Всем привет! С вами команда проекта World of Warships. Как вы, наверное, знаете, на Gamescom в Германии впервые был продемонстрирован интерфейс нашего порта, аналога танковых и самолетных ангаров, а также показан первый вариант прокачки. Перед вами Эри — это крейсер начального уровня, но мы не будем долго на нем останавливаться и перейдем непосредственно к дереву прокачки. В данной версии доступно две нации — это США и Япония. Корабли американского флота представлены авианосцами и крейсерами. Корабли императорского японского флота представлены линкорами и эсминцами. Перейдем непосредственно к одному из представителей класса линкоров — это Конго. В нашей игре можно полюбоваться кораблем еще до того момента, как произошло его исследование и покупка. И это стоит того, поскольку все модели уже на стадии Альфы воссозданы с высокой степенью исторической достоверности и большим вниманием к деталям. Более того, на некоторые модули можно посмотреть в непосредственной близости. Давайте посмотрим внимательно на орудия главного калибра. Его можно рассмотреть в мельчайших подробностях, а кроме того, есть возможность переключаться между орудиями главного калибра или другими модулями, которые будут зависеть от конкретной комплектации корабля. В процессе создания игры мы активно опираемся на огромный архив военно-исторической документации, которые мы собирали буквально по всему миру, сотрудничая с ведущими военно-морскими музеями, а также просто фанатами, которые интересуются историей военно-морского флота. Двигаемся дальше. Сейчас на экранах ваших мониторов появится японский эсминец пятого уровня, класса миниказы. Это стоковый корпус, корпус соответствующий 1920 году. Мы поменяем его сейчас на модернизированный корпус, который пришел на замену 6 лет спустя. Как вы видите, он очень сильно изменился внешне. Кроме всего прочего, он позволит нам устанавливать новые виды вооружения. В частности, сейчас речь пойдет о торпедных аппаратах, и мы продемонстрируем вам процедуру замены одного из них. Смена визуала налицо, изменение же геймплейных характеристик вы в полной мере сможете ощутить, когда выйдете на этом эсминце в бой. Движемся дальше. На очереди у нас ветка США, и это тяжелый крейсер Пенсакола. Как и в случае с эсминцем миниказы, для того, чтобы произвести смену вооружения, нам необходимо проапгрейдить сначала корпус корабля. Замена произведена, раскраска соответствует исторической, и мы можем переходить непосредственно к апгрейду орудия. В данном случае у нас будет эта башня главного калибра. Фокусируем свое внимание на количестве стволов. Вуаля! И два превращаются в три. Теперь наши Пенсакола в полтора раза опаснее и мощнее. У нас еще есть некоторое время, чтобы насладиться красотой корабля и красотой окружающего мира, перед тем, как мы перейдем к завершающей части нашего рассказа. Кстати, не обращайте внимания на цены, которые указаны в интерфейсе, ибо они носят только тестовый характер и используются только для этой демонстрации. Переходим к авианосцам, пожалуй, самому необычному классу в игре. На примере Эссекса, это авианосец девятого уровня в ветве США, мы продемонстрируем прокачку самолетов. Палубная авиация — это главный вид вооружения авианосца, точно так же, как орудия главного калибра для линкора или торпедные аппараты для эсминца. Каждый авианосец будет иметь несколько авиагрупп различного предназначения, в их числе бомбардировщики, палубные торпедоносцы и истребители-перехватчики. Давайте все-таки произведем запланированное улучшение наших авиагрупп и заодно посмотрим, как изменятся при этом модели самих самолетов. Вы можете заметить, что внимание им уделяется ничуть не меньше, чем моделям самих кораблей. Благодаря произведенным действиям и без того мощный Эссек стал поистине смертоносным оружием девятого уровня и представляет большую опасность для кораблей любого класса. Помимо авиации, авианосцы могут быть оснащены системой МПВО и орудиями вспомогательного калибра. На этом наше сегодняшнее знакомство с проектом World of Warships заканчивается. Если вы хотите знать больше, заходите к нам в блог и подписывайтесь на официальный канал. До скорой встречи!